Ощущаешь себя членом какой-то мафии? По беспределам никто не работает. Взаимоотношения с властью? Этим чиновникам тоже хочется отдыхать. Музыка бум-бум, что здесь бум-бум, что здесь бум-бум. Юбки то короче, то длиннее. Это очень большая такая машина по зарабатыванию денег. На твоей памяти самый большой чек какой был? В районе полмиллиона. Всем шампанское там по тысяче долларов. Так его не пускать. Все, извините, молодой человек, вам отказано. Ты бы с какого возраста своего ребенка отпустил в ночной клуб? 16 лет я уже ходил в ночной клуб. Ты приходишь в нормальное, достойное заведение, не чихану номер один. Ой, жрать нечего. Как вообще пришел к такой жизни? Это уже другая история. Город засыпает, мафия просыпается. Ты ощущаешь себя членом какой-то мафии? Та, которая просыпается ночью и начинает свою жизнь ночью. К сожалению, не получается только ночью работать. Приходится работать днем. То есть, ну и ночью, и днем. Ну конечно, днем уже идет подготовка. Собрание, совещание, очень много всяких моментов административных. А спишь когда? Сплю в воскресенье. На твой взгляд, как сегодня выглядит клубная индустрия Казани? Ну, клубов по большому счету не осталось. Все. Единственный клуб, который был действительно достойный, это «Легенда». Легенда сейчас закрылась. И в принципе, сейчас все распределились по каким-то барам, по танцевальным ресторанам. А клубов так таковых нет. Даже Люксор переделали, но непонятно, что там происходит. То есть, ты хоть утверждаешь, что на сегодняшний день клубная жизнь Казани умерла? Не то чтобы умерла, просто вся эта клубная тусовка, она перетекла в какие-то маленькие бары, рестораны и другие заведения. Нет ни одного центрального ночного клуба, который мог бы собрать и делать реально клубные крутые вечеринки, чтобы люди приходили на клубную музыку, на клубную атмосферу, где много людей, хотя бы минимум 500-600 единовременных человек. Что такое для тебя клуб тогда? Если мы говорим про ночные клубы, про большие, та же Москва, например, уже долгое время практикует тоже рестораны и практикуют бары. Смысл в этом только один. Если брать, например, московские ночные клубы, они на старте сразу ориентировались как корпоративные ивент-площадки. Тот же клуб Райка в свое время проектировался в Казани, они думали, что получится такая же бизнес-модель, как в Москве, но, к сожалению, этого не получилось. Потому что нас привыкли по ресторанам, по каким-то большим банкетным залам, какие-то мероприятия делать. Там очень много главных офисов. Главный офис в той же Москве – это молодые топ-менеджеры, которые ходят в ночные клубы, которые хотят свои же корпоративы делать в ночных клубах. Поэтому это там нормально, это практикуется. А у нас, к сожалению, в Казани, открывая бизнес, в ночной индустрии, связь и задумывается о коммерческом цикле, чтобы заведение не простаивало в будни, как в ночные клубы, чтобы оно в будни также генерировало трафик, генерировало поток и деньги. А невозможно совмещать? То есть днём ресторан, ночью или по выходным? Ну, в экстра лаунж. В принципе, днём – это ресторан, вечером – это ресторан, какой-то припатийный бар, лаунж – место, а ночью – это ночной клуб по выходного дня. К сожалению, только сейчас, в наше время, все думают о деньгах и все понимают, что ночные клубы – это очень маленький коммерческий цикл. Это пятница, суббота. Это коммерческий цикл начинается с часу ночи, условно говоря, до шести утра. А вот за 4-5 часов ты должен прокачать выручку, которая даст тебе возможность обеспечить всю эту команду. Ну, конечно, там только охранников порядка 15 человек. На это же всем платить нужно. Клубы закрываются, потому что экономически невыгодно или потому что молодёжь не ходит, мне интересно? Ну, потому что очень много маленьких заведений – это первый момент. Если ты вспомнишь, даже 10 лет назад, вспомни кальянах, было раз-два и обчёлся. Ну, да. Баров было раз-два и обчёлся, по большому счёту. Все ходили в ночной клуб, потому что там либо люксоры, либо арена, либо, например, какие-то маленькие там Шамбала, Шамбала, например, была там. 51-й штат ещё. 51-й штат, да, да, 51-й штат, да. Заведений было мало. Сейчас огромное количество заведений. А по большому счёту, если провести какую-то статистику, например, 10-летней давности, у нас заведений стало, допустим, в 10 раз больше, но у нас же этого народу, который ходит тратить деньги, в 10 раз больше же не стало. Нужно учитывать этот момент. То есть растащили людей по мелких заведениях. Слушай, а вот ты наверняка был в каких-то странах, в Европе, в Америке, допустим. Я уж не сравню с Ибицей, куда специально прилетают люди отдыхать. Как там по клубам? Как там ситуация? Во-первых, ночной клуб – это хорошо, когда у тебя есть очень чёткий, грамотный турпоток. Вот в наше время, да, это выгодно открывать. В той же Москве ночной клуб «Айкон», это бывший клуб «Рай», это очень правильная локация, которая работает с 2007 года. Это очень классный бизнес-проект, где на базе этого ночного клуба сделаны веранды, сделаны альтернативные дополнительные ночные клубы, сделаны огромный ивент-площадки. И вот на базе этого всего – это очень большая такая машина по зарабатыванию денег. Та же заграницей, те же Дубаи, та же Европа, та же Америка, тот же Лос-Вега, где огромные количество ночных клубов – они живут за счёт турпотока. В Дубае тусовки начинают чуть ли не с понедельника, там каждый день они работают. В принципе, в четверг и в среду очень много людей, потому что турпоток. У нас, к сожалению, этого турпотока нету, мы же живём за счёт своих ресурсов. Ну, Казань же в последнее время в тройку городов, в четвёрку, в пятёрку. То есть, это не тот турпоток, который нужен вам? К сожалению, да, не тот турпоток. Он есть, безусловно, и в экстра очень огромное количество людей приходит, именно приезжих. Сейчас Казань – это некий такой центр ПФО, всё это понимают, не только в клубной индустрии, но и в индустрии вообще бизнеса, в принципе, и логистики. Всё равно этого недостаточно, к сожалению. Для того, чтобы существовал крупный клуб? Ну, чтобы существовал, это первое. Второй момент – политика Москвы, вообще, в принципе, клубной индустрии, она очень плотно связана с промоутерами. Это люди, которые занимаются продвижением и привлечением целевой аудитории. Опять же, промоутеры, они тоже делятся на тех людей, которые ту или иную целевую аудиторию подтягивают. Это могут быть спортсмены, это могут быть просто красивые девушки, это могут быть, опять же, туристы, это могут быть иностранцы. Есть промоутеры, которые, например, тусуют только со спортсменами. Им интересно, им комфортно, они подтягивают своё заведение спортсменов. Есть промоутеры, которые, например, сидят на каких-то сайтах, какую-то там таргетированную рекламу сами используют, подтягивают какой-то дополнительный трафик туристов. И, соответственно, за счет вот этого института промоутеров, который в Москве за последние годы очень сильно вырос, и те же заведения, тот же, например, Айкон и те же учредители, они очень часто в своих статьях заявляют, что мы выращиваем, мы создаем этот институт промоутеров. То есть сейчас важна именно специализация узкая и привлечение своей целевой аудитории на свою площадку. Только тогда можно выжить, правильно? Команда. Есть команда, просто в той же легенде, что, наверное, команда потихонечку-потихонечку расформировалась, а без команды, сам понимаешь. Сейчас на самом деле проблема в том, что очень много собственников, очень много собственников бизнеса, которые зависят от кадров. Все зависят от кадров. А кадров, к сожалению, тот же, например, опять же, профессию промоутеров, если взять, не знаю, 6 лет назад, никто особо и не знал. Промоутерами кто был? Были собственники бизнеса, были управляющие. А именно те люди, которые действительно специализируются на том, чтобы заведение создать концептуальным и сделать его конкурентоспособным и заниматься именно привлечением аудитории. И, к сожалению, таких специализированных людей их было мало. Тот же приют Холостяка. Если взять, например, приют Холостяка, Сергей, собственник бизнеса, хозяин, он же управляющий, он же директор, он же шеф-повар, он же промоутер. Он там живет, ночует и как бы к нему приходит. И тоже какая-то некая такая легенда. И это классно. Всем нравится, что хозяин заведения сам постоянно находится там, подходит, спрашивает. Да, такой семейный ресторан получился. Очень успешный. То есть клубная индустрия превратилась в ресторанную индустрию. Так я понимаю? Да, да, да. Сегодня? Именно развлекательный ресторан, такой тусовый. Все же, на самом деле, циклично, вот, сам понимаешь и помнишь, да, взять, например, ресторан-арена. Да, все-таки это ресторан-клуб, где можно было вечером поужинать спокойно, и потихоньку это все перерастало, да, в дискотеку. Кто сегодня является посетителем клубов, значит, классифицировал ты как-то? Конечно, ну, смотри, сейчас есть четкое разделение, да, есть молодежные заведения. Взять, например, улицу Профсоюзная. Там очень огромное количество именно молодежных заведений. Но в то же время есть заведения для более взрослой публики, да. Получился такой некий остров, такой квартал, такой пати-квартал, да, если его назвать. И на самом деле это очень классная идея, потому что та же Москва сейчас очень круто специализируется. В Москве есть три локации. Это Бадаевский завод, это напротив гостиницы Украины, напротив Белого дома, напротив Москва-Сити на другом береге. Ребята просто взяли локацию, такую пром-зону практически, вот, сделали из нее такой тусовый пати-квартал, да, там рестораны, ночные клубы, ивент-площадки, прям вот, и люди туда стекаются. Это вот первая локация. Вторая локация Красный Октябрь, где тот же клуб Айкон. И еще третья локация, очень успешная, это трехгорный вал, это трехгорная мануфактура, это рядом с центром международной торговли 1905 года. Там третья локация, где огромное количество заведений сосредоточено. И люди уже выбирают локацию, и, соответственно, они приезжают, например, если по каким-то причинам там их не пустили, либо им самим не понравилось, они могут выйти, при этом никуда не ехать на такси, просто пройтись прогуляться и зайти просто по барам. И это очень, на самом деле, круто. У нас в Казани две локации. Это улица Профсоюзная, где много заведений там от 16-летних, грубо говоря, детей, такой джем-бар, да, там до взрослых дяденников, тот же Гранум. Вот. А вторая локация это Корсен. Вот, как бы, две локации. Ну, плюс еще там рядом Бурбон на Кремлевском, в принципе, тоже недалеко от Профсоюзной. Возраст или кошелек классифицирует это все? И возраст, и кошелек. Потому что мы понимаем, что есть и золотая молодежь, да, там есть ребята, которым 20 лет, и они могут пить. Шампанское за 35-40 тысяч рублей за бутылку, вот. Есть те же дети, но они, например, там не могут себе этого позволить. Они там отдыхают и, условно говоря, максимум тратят 500 рублей за ночь. За 10 лет как изменилась у нас ситуация? Вот кроме того, что ты сказал, что народ растекся по интересам. Ну, народ растекается, локации меняются. Что изменилось? Ну, вот первое, что как раз вот институт промоутеров появляется, да, то, что все-таки заведения... Раз они растеклись, их нужно кому-то собирать под что-то, под интересы, да, и промоутер этим занимать. Собственники, в первую очередь, начали понимать, что без людей, специальных людей, да, подтянуть тусовку, сформировать тусовку, к сожалению, не получается. Потому что эта работа, как многие думают, это вот пришел, потусил, ха-ха-хи-хи, все классно и замечательно. Вот тебе же классно. А на самом деле ничего классного нет. Почему? Потому что мы оба понимаем, мы все понимаем, что это ночь, мы все понимаем, чтобы сделать мероприятие, нужно подготовиться. Это тоже такое же время. И мы понимаем, что люди, которые отдыхают в пятницу, в субботу, ты помимо того, что ты в годню работаешь, ты еще и в выходной работаешь. Получается, один день, неделю, да, там тот же банковский работник, он четко понимает, что он пришел в 9 утра, в 6 вечера ушел, все, банк не работает, ему делать нечего. А в нашей индустрии постоянно что-то нужно делать. Вот, казалось бы, какая разница, вот ты говоришь, что сценарий писать, там это, это, музыка бум-бум, что здесь бум-бум, что здесь бум-бум, есть разница какая-то, где громче, там, или где, там, в смысле, в чем разница? Разница в том, что нужно вот этим действием им нужно управлять, да, если мы говорим про какие-то маленькие бары, да, это один тип музыки, если мы говорим про большие площадки, другой тип музыки, Потому что, например, в маленьких барах, да, какая-то музыка, которая там превышает, условно говоря, там, сто двадцать восемь децибел, она, к сожалению, будет казаться очень дикой, да, вот ты зайдя, например, в какой-то маленький бар, там будет играть какой-то жесткий такой бит, при этом не огромное количество людей, Тебе будет казаться, блин, слушай, что-то, что-то давит, что-то жестко, что-то давит, а если ты зайдешь на большую площадку, на большую площадку, там будет как минимум 300-400 человек, тебе будет комфортно, вот, соответственно, маленький бар, это один тип музыки, да, это один тип формирования, тусовки продукта, большой клуб, это другой тип музыки, формирования, Например, в том же маленьком баре, если поставить оригинальные композиции, да, это будет как-то, ну, классно, да, как-то по-семейному, как-то по-домашнему, а если, например, в большом ночном клубе, где, там, не знаю, 500 человек будут играть оригинал, это будет казаться дико, А это не этот самый? Сейчас вспоминаешь, да, разницу, да, 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 как музыка поменялась за эти, там, 10-15 лет? Музыка, если честно, она меняется, знаю, все циклично, как мода, вот, индустрия моды, да, это машина, они более футуристичны становятся, а мода, ты помнишь, да, там, Клеша уже в третий раз возвращается, вот, у девочек, уже третий раз они возвращаются то короче, то длиннее. Да, да, это все как бы циклично. Музыка то же самое. Музыка, она циклично, но просто меняется начинка. Начинка по биту, начинка по синтетическим каким-то направлениям. Людям хочется что-то знакомое все-таки. Основной массе. Основная масса это не признает, говорит, ой, нам нужно что-то модное, альтернативное, вот нам это не надо, это попсам, мы это на радио слушаем. Так же, как в ресторанах. Есть люди, которые ищут рестораны, где что-то интересно по кухне, но их маленькое количество людей. А как показывает практика, люди, приходя в ресторан, открывают меню, смотрят, если они не видят знакомые позиции, они всегда говорят... И выбирают цезарь с креветками. И они говорят, ой, жрать нечего. И салат всегда, не поверишь, топ продаж до сих пор в Казани, как 10 лет назад, как сейчас, это цезарь. Топ продаж, суп, это борщ. В Москве условно, да, это мода, она уже как бы утекает, да, если ты приходишь нормальное, достойное заведение, не чехану номер один, а именно такое заведение, где крутой шеф-повар, потому что в Москве уже привычка выработала сходить на шеф-поваров. Допустим, там 10 лет назад, я помню, 2006 год, было очень много новиковских ресторанов, просто был бренд новиков, все. Кто шеф-повар, никто не знал. Ну, в общей массе. Понятно, что там был тот же Ивлев, например, да, там, который сейчас все знают на ножах, но никто не помнит, что он был в том же GQ баре, да, шеф-поваром, никто это не помнит, многие этого не знают, никто не знает, что он там был в других заведениях шеф-поваром, только единицы. Все знают Новикова? Вот. А сейчас уже тот же Новиков, да, он уже сам начинает в своем инстаграме, потому что мы стали более социальные, да, мы стали более продвинутыми, мы показываем свою жизнь, он сам уже начинает пиарить своих шеф-поваров, да, там. А в Казани? В Казани постепенно, постепенно мы к этому приходим. Мы начали это делать на самом деле в свое время уже в экстралаунже, потому что я, глядя на Москву, понимал, что, да, действительно, люди должны ходить на человека. Кухни к кухне, это все классно, но люди должны ходить на человека. Но на самом деле это тяжело. Собственник бизнес должен четко понимать, что когда он инвестирует в шеф-повара, это палка о двух концах, потому что шеф-повар, он может уйти. Ну да, там предложили побольше. Конечно. Ему стало неинтересно, творческий человек перегорел, там денег больше предложили, не знаю, муза не приходит, да, там захотелось разобраться. Мы все сериалы смотрим про поваров, так что. Конечно, конечно, все, человек уезжает. Человек уезжает. Вот. Лучше инвестировать, опять же, смотри, какой ты бизнес выбираешь, потому что есть, опять же, собственники, которые говорят, блин, мне надо вот классно, чтобы шеф-повар был крутой, чтобы выходил к гостям и все остальное. Да, он этот путь выбрал. Другой выбирает путь технология. Технология, что это значит? Это значит, что у человека четко поставлен технологический процесс приготовления еды, да, если даже вдруг, если даже вдруг шеф-повар захочет уйти, то есть четко отработанная команда, которая технологический процесс не прервет. Это с точки зрения бизнеса, это вот лучшая формула, с точки зрения долгосрочной перспективы, а с точки зрения, если создать модный классный какой-то интересный продукт, это все-таки шеф-повар, потому что шеф-повар творческий человек, который вот сегодня вот такое меню, завтра такое меню нужно как бы придумывать. Если мы говорим о Казани как о туристическом городе, можно здесь Казань уже считать туристическим, с гастрономической тоже точки зрения. Конечно, конечно, конечно. Я прошу тебя сравнить там вот с тем, что было опять же там лет 10-15 назад. Ну, как минимум, как минимум, да, нужно понимать, что если человек, допустим, живя условно там в Москве, да, он там русский человек, и он приезжает, например, там ниже Новгород, да, по большому счету, что там пельмени, что тут пельмени, они везде пельмени, что тут борщ, что там борщ. Вот. Когда приезжает человек в Казань, он приезжает уже к другой национальности. И как минимум, те продукты, которые он может попробовать здесь, даже 10 лет, 20 лет назад, там, Треугольники, Чак-Чаки и Козылык, он это в Москве, ну, если не прийти только в Бахатле, да, он это не попробует. Ну да, в качестве не попробует. Конечно. Поэтому они, приезжая сюда, еще 10 лет назад испытывали какие-то гастрономические интересы. Вот ты бы с какого возраста своего ребенка отпустил в ночной клуб? Ну, опять же, смотря какой ночной клуб. Вот. В любое время, там, они все работают ночью, как я понимаю, да, после 8-9 вечера. С какого возраста можно детям ходить по клубам? Ну, я считаю, что детям лучше ходить по клубам, ну, как минимум с 18 лет. Вот. Это прям минимум. Лучше, конечно, лет с 20. Но мы все знаем, что подростки хотят быть в подростковом возрасте старше. Они стремятся к этой жизни. Вот. К сожалению, голова не на плечах и делают очень много ошибок. Вот. Поэтому все-таки нужно понимать, что когда ты работаешь на молодежь, это очень большая ответственность. Очень большая ответственность. Почему? Потому что ты где-то можешь не уследить. 16-летний подросток может пройти в заведение. Я самому был 16 лет. Ну, то есть контроль-то есть? Он есть. Он есть. Но проблема в том, что, допустим, по себе знаю. Да, я помню, в 16 лет, потому что комплект достаточно крупный, в 16 лет я уже ходил в ночной клуб «Арена». «Арена». А в 17 лет, почти в 18, я ходил уже в ночной клуб «Ресторан-Арена». Хотя ты помнишь, что там с 23 лет было четко. Но! Нужно понимать. Я еще тогда был, условно, несовершеннолетний. И это, опять же, проблема на самом деле в том, что фейс-контроль физически может не понять. Он же не будет у каждого паспорта спрашивать, да? Вот. Например, опять же, в той же Америке, например, в Лас-Вегасе. «Неважно, сколько тебе лет, неважно, сколько тебе лет, неважно, как ты выглядишь, у тебя спрашивают ID». У меня даже такой случай был. У меня с собой не было документов, и мы к компании приехали на пол-пати, такая дневная вечеринка в бассейн, очень крутая, выступала Дэвид Гетто, конкур-отель. И у меня документов с собой не было. Мы проходим, и на фейсе – ID. Нет у меня ничего. ID, и все. Он говорит, «Совершеннолетний, лысый бородатый, вы чего?» Нет, говорит, ID. Мне пришлось и возвращаться в гостиницу, брать документы и приезжать. Потому что там с этим планем четко, все жестко. Они все четко проверяют. А в том же Нью-Йорке, там как бы без проблем. Хотя вроде Америка, да? В Нью-Йорке без проблем. Там вообще не смотрят. Законы штатов как-то разняются. Да, все-таки законы штатов, потому что и турпоток, и все-таки есть свой момент безопасности. Все-таки это отели. Нужно понять, что там все тусовки у отелей, при отеле. Отели – это немножко другой уровень безопасности. Взять Корсун, взять другое заведение в Казани. Корсун – это совсем другой уровень безопасности. У нас, вот если подростка поймает в ночном клубе, руководство несет ответственность клуба за то, что он пустил его? Ну, в принципе, несет. Вот, в принципе, несет. В принципе, или есть закон какой-то, или что? Как договоришься, там, я не знаю. Ну, как минимум, как минимум, да? Если подросток зашел в ночной клуб, и ему продали алкоголь, мы уже понимаем, что это незаконно. Это, как минимум, уже ответственность. На службе безопасности очень серьезная ответственность лежит, правильно? На Фейс, на службе безопасности, конечно. Это очень серьезно. В этом есть проблематика, да? И поэтому, вообще, в идеале, да, мы приходим в мир цифровых технологий, да, в идеале, я думаю, в будущем, может быть, в ближайшем, уже за счет искусственного интеллекта камеру распознавания лица можно будет распознать, сразу зайти в соцсеть, посмотреть, так его не пускать. Все, извините, молодой человек, вам отказано. Слушай, а такие системы вы не собираетесь устанавливать или делать? А, проблема. Или только вот на субъективный взгляд человека, который на фейсе стоит? Проблема, знаешь, в чем? Проблема в том, что эти системы, их нужно поженить, они дорогостоящие достаточно, да, и нужно поженить и разработать именно такую автоматизацию. это не один год. Это не один год, это не один миллион рублей, даже не один миллион, может быть, не долларов. А на Западе нет таких систем готовых? На Западе… Ты не сталкивался? Нет, я такого не видел даже в той же Америке, в тех же Дубае, вот мы были, такого нету. Такого нету, ну, потому что это дорого. Вот, рано или поздно, да, к этому все придут, кто-то это изобретет. А сегодня только вот субъективный взгляд человека на полисконтроль и службу безопасности. Такие традиционные способы, да. Ты бы ужесточил законодательство за посещение подростками клубов? Я стараюсь на молодежь не работать. Все мои проекты, где я участвовал, да, они заточены на взрослую публику. Потому что молодежь, я же объясняю, да, молодежь, это очень, ответственность большая, это очень большие риски. Это опасно, это, потому что дети, они еще неадекватные. Риск в чем, например, они напьются, они там, я не знаю… Они напьются, они подерутся, они могут там себя неадекватно вести. Сейчас очень много всяких еще непонятных там веществ и всего остального, да. Это все, это все ответственность. Зачем, зачем это нужно, да. Я считаю, что вообще, в принципе, до 18 лет люди, дети, даже спортом заниматься. Они много спортом интересуются, они какие-то все… Тщедушные. Конечно. Унесет с пол руки. Конечно, не дай бог. Конечно, упадет там, головой ударится, не дай бог. Вот поэтому все это очень так. Наркотики сейчас же очень много разных составляющих и синтетических пошлений. Это очень ужасно. Это очень ужасно. Каким образом вы боретесь, что ли, смотрите, как все это происходит? Перед, даже вот когда у нас был чемпионат… Водных видов года. Водных, да. В 15-м. Да, мы специализированной службой в Корсуне делали совещания, делали собрания, привлекали всех ответственных по ночным заведениям города Казани. И нам специализированы службы. Они как бы рассказывали, объясняли. БФС-контролеров, охранников привлекали, управляющих привлекали, делали собрания. И они нам объясняли, что вот в таких-таких ситуациях человек может так себя вести. Нужно задуматься. В таких ситуациях так может себя вести. Конечно, безусловно. Владимир, ты понимаешь, что большое скопление людей, молодежи – это, ну, как кормушка для тех, кто распространяет это все? Опять же, конечно, тут вопрос, на самом деле, системы безопасности. Как вычисляете таких? Мы стараемся… Тут у нас двойная система безопасности курсная. Первый экипаж, соответственно, вообще, когда человек заедет, в принципе, на парковку. Далее, когда человек заходит в комплекс, да, у нас у каждого входа стоят безопасники, плюс у нас рамки, плюс у нас сканеры и всего-всего остального. Плюс камера смотрит, еще сидит камермен, который тоже смотрит, да, вот. И, соответственно, каждый день еще свои фейс-контролеры и охранники. То есть, тройная, по сути, получается? Ну, практически тройная, да, конечно. Поэтому, как бы, курс почему-то ценится. А вообще, в твоей практике было, когда ты вычислял, вот, ты знаешь, вот этот человек торгует, и ты не хочешь, чтобы он подставлял твое заведение. Было, что… Ну, знать… Ну, как это, грубо на сленге, или сдавали, или намекали, или выводили его из клуба. Было, что… Знать наверняка нельзя, да, там, за руку никого не поймал, да, потому что, в основном, это слухи. Да, и также, там, про меня могут что-то сказать, и, там, про других людей. Вот, в основном, это слухи. Но, если есть сомнения, да, в тех или иных людях, мы просто блокируем вход, все. Это бывает подозрение, ты у кого-то где-то что-то услышал, да, и если ты не одного человека услышал, там, от двух, от трех, то, да, конечно, мы блокируем, безусловно. Без выяснений причин, там, а что-то кому-то объяснять, нам просто эти проблемы не нужны, вот и все. Можно отличить на танцполе человека, который вот, ну, под кайфом? Как вы с такими? Или невозможно вообще? Опять же, специфика нашего направления – это попса. Вот там, где я работаю, там, где я работал всегда, да, у нас везде попсовая музыка. И, к счастью, вот такая музыка, она особо вот этих людей не привлекает. Не вставляет их, да? Не вставляет, да. Им, как говорится, не по кайфу, да, это не их музыка. У нас, в основном, алкоголь пьют, вот, мы зарабатываем на алкоголе. К нам приходят зачем? Хорошо покушать, потанцевать и выпить. Не важно, алкоголь, чай, сок, просто вот приходят отдохнуть. Вот и все, просто приходят отдыхать. Сколько вообще заведений ты, какой опыт у тебя, с чего начинал? Как вообще пришел к такой жизни ночной? Опять же, да, это вот 16 лет, начали посещать заведения ночные, все это нравилось, музыка, потом сам начал увлекаться музыкой, начал танцевать, танцевал в ночных клубах, параллельно работал, вот театр Модульный Анлик, если ты помнишь, на показы поступал, и уже будучи в институте перевелся на заочную и уехал в Москву. Вот, в Москве потихоньку, потихоньку работал в ночных клубах на разных должностях, потом подрос до арт-директора и промоутером работал, и в какое-то время наступило, что Казань начало развиваться, и клуб «Прай» начал заходить как бренд в Казань. Вот, и меня привлекли, и соответственно, я уже, будучи человеком, который… Да, в то время тоже известный клуб такой был. Да, 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 и будучи человеком, который вроде из Казани, и с опытом Москвы меня вот пригласили… Тебя командировали сюда, да? Ну да, пригласили, да, пригласили. Потому что в Москве достаточно большое количество ночных заведений, ресторанов, вот, и, соответственно, как бы в Казань, да, там, в принципе, и «Рай», и «Легенда», и там та же «Экстра», и «Бурбон» мы реанимировали, в другой формат увели. А так, в принципе, если честно, клубы – это неинтересно. Почему неинтересно? Потому что мы уже сами выросли из клубов. Потому что хочется все-таки уже посидеть, покушать, и немножечко послушать музыку, потанцевать. Поэтому уже клубы, как клубы, они уже неинтересны. Максимум – это караоке, может быть, и это танцевальный ресторан. Потому что ночные клубы, к сожалению, тяжело. Это тяжело, это сложно, это уже нужно следить за вот тенденциями, за всем этим. А тут как бы все понятно, да? Тенденция – это одна. Чтобы тебя хорошо встретили, хорошо накормили, и ты хорошо провел их время. Все. Тенденция – одна. Ну, с каким проектом у тебя больше всего теплых воспоминаний своих? Теплых, 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 теплых. Ну, то, что ты считаешь, что удался. Да, вот вы зашли, и цикл жизни проектов все равно недолгий. Два-три года, по-моему, максимум. Ну, если ты не делаешь реновации. Да-да-да. Вот, например… Ребрендинг и прочие вещи не проводишь. Заведение – это как автомобиль, да? Вот если автомобиль маленький, то ты далеко на нем не уедешь, да? Вот. Если автомобиль большой, ты можешь в нем уехать далеко и большую скорость в развитии, как его тюнинговать, да? Потому что есть платформа для тюнинга. Так же и заведение. Если заведение достаточно большое, да, ты можешь его тюнинговать. Ты можешь менять геометрию внутри, ты можешь менять мебель, ты можешь менять цвета и всего остального. Если заведение маленькое, ты это не можешь сделать, просто тупо физически. Поэтому, например, если у тебя мультикомплексная площадка, вот как вот в Москве очень классный пример, клуб «Сохо». Он открылся в 2007 или 2008 году в конце, в начале 2008 года до кризиса. И я тебе скажу, уже 10 лет, вот они недавно отмечали, они успешны до сих пор. Они успешны, потому что это комплекс. Они что-то новое добавляют, что-то меняют. То есть сегодня люди тут сядут, завтра там. Это такая небольшая локация с четырьмя пространствами, с питью. И как бы до сих пор они успешны, они классные, они успешны. А так, ну, «Экстр лаунж» очень интересный проект получился. Мне, если честно, понравилось, мы создали… Мне в «Бурбоне» у тебя нравилось. Мне вот «Бурбон» тоже понравился, да, потому что площадка стояла. Там кто? Обедать люди приходили, там это, а потом за какое-то время сделали его неким центром притяжения. Да, за три-четыре месяца нам это удалось, за три-четыре месяца. Работа была непростая. В чем секрет? Вот как вам это удалось? Поменяли формат? Знаешь, как? Музыку добавили, это… Как ты привлекаешь тусовку? Потому что, ну, тусовка же она перетекает? Только интересы. Или новшество? Вот чем? Интересы. Нужно человеку создать интерес и новшество. Смысл в том, что «Бурбон» очень классная площадка. На тот момент ее многие даже не знали. Когда мы запустили «Бурбон» с группой компании «Вкус», вот этот проект, ребята танцевальные, основы «Бурбона» шикарные, да? Шикарный интерьер, крутая мебель, все классно, все замечательно. И многие люди, которые приходили, блин, слушай, классный ресторан открыли. Поздравляем. А он уже года два работает? Четыре года. Четыре года. Он уже четыре года работал в то время. Четыре года он работал в то время. И многие люди просто о нем не знали. Вот. А площадка классная. Но, почему опять же так произошло? Потому что нужно было в площадку делать реновацию. Потому что уже пошел второй год. А площадка, она, к сожалению, достаточно небольшая. Ну, как ты говорил, маленький автомобиль, да? Да. Он дорогой, классный, все замечательно. Но нужно было чуть менять геометрию. Почему? Потому что люди, они устают. Вот. Получается, и как? У нас как зачастую бывает? Гости приходят, тусовка, все классно, все модные, все замечательные. Они ходят, ходят, ходят. А потом они начинают капризничать. Ой, что-то то же самое, все одно и то же. Что-то скучно. Одни и те же люди. Ну, начинают чуть не ходить. Они не ходят, ты начинаешь других приглашать. Ну, как бы другие приходят люди. Тебе возвращаются. Ой, слушай, а что за люди такие? Ой, а почему таких начали людей пускать? А как деньги зарабатывать? Ну вот, понимаешь, да? Слушай, вот тусовка, она за эти годы вообще поменялась? Или одни и те же люди ходят везде? Она обновляется, знаешь, это как вот команда. Кто-то выходит из игры, там другими вещами занимается, там кто-то там женился, потом вот развелся. Опять пошел. Опять в команде. Там у кого-то бизнес удачно идет, он в команде, потом, к сожалению, бизнес там какие-то терпит моменты, он уходит, потом опять возвращается. Вот новую подрастают, вот как-то так все вперемешку. Сколько человек на твоих глазах, вот сколько человек тусовка составляет? 100, 200 там? Кого ты видишь постоянно на мероприятиях? Ну, вот активных, активных, наверное, человек, ну, наверное, 300 таких активных. Понятно. Сколько они в среднем оставляют за ночь? На человека или на компанию? Нет, ну, средний человек на человека, конечно. На человека, на человека, на человека, знаешь, как это может быть от 2,5 тысячи рублей, ну, от 2 даже тысячи рублей до 30-40 тысяч рублей, если у меня там товарищи. За вечер? Слушай, у меня есть товарищи, которые могут за вечер на одного человека 150-200 тысяч оставить. Ну, могут, это могут. Ну, как бы они оставляют, они оставляют. Реально? Конечно, да. На твоей памяти самый большой чек какой был? С одного человека там, кто вот заплатил вот так вот? Как помнишь у нас Кокорин с Мамайевым там, всем шампанское там по тысяче долларов. Вот что бы на твоей памяти такое было? Слушай, наверное, цифры где-то, наверное, в районе полумиллиона. Шампанское наливали там или кушали? В основном шампанское, да. В основном шампанское. Самый доходный продукт, дорогой шампанское. Да. Потому что бутылок шампанское хорошего стоит там от 25-30 тысяч рублей. Смотри, взаимоотношения с властью. По сути, вот я недавно слышал, у нас министр, что ли, или кто новый собирал представителей, значит, как ночной жизни, промоутеров тех же, владельцев, по-моему, клубов. Потому что, ну, клубы на сегодняшний день все равно занимают очень важную вещь. Я не скажу в воспитании, я скажу в досуге людей. И в турпотоке. Опять же, в турпотоке. И в турпотоке. Люди приезжают. В тот же момент. Как у тебя с властью складывалось? Есть понимание? Нет? Есть помощь, поддержка? Нет, понимание есть. В чем выражается оно? Понимание есть, оно выражается в том, что есть какое-то взаимное общение. Это первый и второй момент. Самое главное – определить правила. Вот и все. Если правила определены, все. Зимит, ну какое общение? Они тебе звонят, говорят, вот у нас группа гостей, прими, развлеки, пусть по пляжу, покушай. Знаешь, очень часто, на самом деле, скажем, тем же чиновникам, у них также приезжают другие чиновники. Этим чиновникам тоже хочется отдыхать. Тоже хочется и в караоке попеть, и потанцевать. Это тоже нормально. Соответственно, они как бы звонят заранее, мы их встречаем, сажаем, они отдыхают и уезжают. А вот с практической точки зрения, что бы ты изменил, может быть, в законодательстве? Где усилил, где ослабил, на чем власть? Вот что бы они могли сделать для вашей структуры, для вашего бизнеса? Я считаю, что в Казани достаточно очень хорошо работает определенная структура, которая борется как раз с веществами. Я считаю, что это правильно. Потому что в той же Москве, в других городах России, это все очень на таком лайтовом уровне. Ну, в Москве, конечно, тоже борется. Сейчас очень жестко, кстати, начали бороться. А в других городах это вот более латовый уровень. Я считаю, что в Казани за счет того, что вот все-таки у нас республика и руководители очень сильные. И наши республики, они молодцы в этом плане. Очень как бы все четко. Если мы где-то на Ибице жили, и такое было, тогда да, это уже другая история. А безопасность, смотри, на твоей памяти маски-шоу какие были самые жесткие там или что? Ну, вообще, часто попадаешь в ситуации, когда приезжает ОМОН там? Ни разу. Ни разу? Нет. Даже если это было там в тех же клубах ночных, очень все спокойно, очень все деликатно, очень все слаженно. Да, нет такого, что вот там приехали, всех положили. Не-не-не, зачем? Это заранее обсуждается, да. Аккуратненько, даже во время там дискотеки то же самое, да. Люди заходят, вычисляют, берут, проверяют, либо отпускают, либо там увозят. Все. Это очень все грамотно. Там стоит на учет. Все. Это все очень грамотно, деликатно. То есть у нас выстроена вот эта система, да? Ну, потому что мы же понимаем, что, опять же, да, там могут быть туристы, условно, да. Потом, которые будут писать, что о, там беспредельщики и все остальное. Нет. У нас в этом плане, опять же, у нас республика очень четкая. Очень все грамотно. Работает очень все правильно, без всякого беспредела. Все очень четко. Вот я ни разу не видел, что там приехали и кого-то там морды в пол положили, все там, сейчас мы вас закроем. Нет, все очень грамотно, деликатно, без суеты. Как говорится, если ты не нарушаешь законы, то не нужно переживать. Вот. А по беспределу никто не работает. Вспомни вот времена, ты же достаточно давно начинал, были ли взаимоотношения там, ну скажем, крыши там какие-то, бандиты и так далее, и так далее. Сталкивался, может быть, на заре своей работы? Ой, нет, я, наверное, тогда еще был юный, просто приходил как гость. То есть их уже уничтожили как класс, когда ты подошел к серьезному занятию бизнеса. Да, да, да. А в Москве твой опыт работы? Сейчас вообще это актуальный или нет? Ну в Москве у меня опыт работы с 2006 года. Сейчас, ну я не знаю на самом деле, мне кажется, опять же, у нашей республики все очень грамотно. Если опять же брать, например, где-то там какие-то слухи, разговоры о других соседних республиках, там Удмуртии или еще что-то в этом роде, там у них до сих пор что-то есть. То есть бандиты крышуют клубы, да? У нас в этом плане все, у нас все, у нас очень как бы... То есть есть собственник, который вложил деньги? Честно. Все очень, да, все по закону, все грамотно. Конечно, если ты не нарушаешь, все классно, и никакие там пассажиры не придут, то тебя ничего требовать не будут. Нет, все очень спокойно, все очень классно. Вот если бы еще зимы бы не было, то, мне кажется, наш город был бы, наверное, номер один в России по турпотоку, круче Сочи. Вот честно. Когда европейцы приезжают и говорят, слушай, на днях тоже итальянец друг приезжает периодически, он говорит, ну крутой город, очень крутой город. Потому что в Европе не все города могут похвастаться по инфраструктуре с Казанью. Потому что Казань – это очень крутой город. А вообще, как на сегодняшний день организован поток артистов? Кого вы приглашаете? Сколько это стоит? Ой, поток артистов в переизбытке. Насколько они привлекательны для людей? На кого возят сейчас? В переизбытке. В переизбытке. Поток артистов, он на самом деле сейчас в переизбытке. Опять же, там, 10 лет назад артистов практически не возили. Сейчас возим там чуть ли не каждую неделю, по два-три раза в неделю. Это все регулярно. И не только мы, и другие площадки. Все возят артистов, очень много артистов стало. То есть, любую звезду можно, в принципе, через какое-то время увидеть, да? Или здесь, или на других площадках города. Проблема в том, что сейчас звезд, за счет, опять же, соцсетей, их становится очень быстро. Буквально там он одну композицию спел, и он там стоит уже каких-то сумасшедших денег. Да? И там какие-то артисты, которых там мы знаем, и мы там знаем их песни, и не одну. Они стоят в разы дешевле. Поэтому тут очень сложно угадать. Есть артисты, которых я вообще даже не знаю, но они собирают стадионы. Ну, не то, что стадион, там полторы-две тысячи человек они могут спокойно собрать. А есть артисты, которые вроде ты знаешь эти песни, а они там больше ста человек не соберут. Тут, знаешь, сейчас выражение такое интересное. Многие, конечно, знают, что это такое хайп. Вот если ты на хайпе, значит, на тебя придут. Но вы как-то ловите этот хайп? Вы стараетесь? Потому что ваша задача же какая? Деньги заработать в том числе, правильно? Это аналитика, это нужно анализировать. Это же, на самом деле, молодые артисты, в основном сейчас это рэперы. Это какая-то альтернативная рэп-индустрия. Она развивается все больше и больше. Я даже, когда слушаю музыку, я не совсем разбираю слова. Они между собой все очень похожи. Это как биткоины, это как криптовалюта. Ты можешь в человеке разглядеть потенциал, условно забукировать его, забронировать на полгода вперед. Например, предоплата отправить, сказать, вот мы через полгода вас привезем. Или два-три года даже, если ты занимаешься концертами профессионально. И если ты угадал, ты прям прочувствовал, он через полгода, условно ты его берешь за 100 тысяч рублей, а через полгода он, как раз, стоит 500 тысяч рублей. И он собирает, например, там, не знаю, там, 2000 человек. Вот. Ты как бы на биткоинах угадал. Ну, а предпочтения какие кому-то отдаешь вообще? Старым артистам или тебе вот лишь бы публика пришла? Какая задача? Нет, задача, опять же, чтобы пришла публика. Вот. И опять же, вопрос, на чем ты зарабатываешь? Либо зарабатываешь на выручке от бара, от а-ля-карт, либо зарабатываешь от билетов. Вот тут как бы нужно понимать, что там. Хорошо. На каком артисте больше всего напиваются? Напиваются. По-твоему? Ну, пьют, бар там работает. На взрослую аудиторию. На взрослую аудиторию. Это вот недавно группа Иванушки приезжала в Корстон. Достаточно. Выпили все? Ну, достаточно хорошо пили. Ну, потому что это песни, которые прошли через не одно поколение. Ностальгия, что ли? Да, с чем-то связано. И люди прям пьют, 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 веселятся. Они получают какие-то эмоции. И всем все нравится. Здорово. Ты этим бизнесом вообще зачем занимаешься? Ну, с некой философской точки зрения, да? Ну, понятно, что денег заработать там, это досуг организовать, сделать людям приятное, сделать вот что-то такое крутое, чтобы, ну, понимали, что да, вот ты пришел, заведение ноль, через там три месяца оно как на хайпе там или что, и все туда идут. Да, да, да. То же колесо, которое закрутилось, завертелось, да, либо нужно его останавливать и в другое колесо перепрыгивать. Вот. А так постепенно, постепенно, на самом деле, я сейчас уже ухожу в общепит. Вот. Я хочу через там несколько лет уйти от ночной жизни полностью и уйти прямо в классический общепит. Ну, ресторан хочешь открыть? Ну, либо ресторан, ну, сейчас вот кафе открыли, азиатская кухня, вот, и вот потом в дальнейшем еще два-три-четыре кафе по нему открыть. Угу. Людям хочется кушать, и мы становимся уже по менталитету похожи на Москву и на Запад. Угу. Сейчас иногда зачастую выгоднее, быстрее, вкуснее поесть в кафе и дешевле, да, чем пойти в магазин купить продуктов. Угу. Угу. Например, зайдя там в какое-нибудь кафе, ты можешь даже на двоих, на троих покушать там на 500 рублей. Угу. Вот. Потому что сейчас уже кафе, уже начали конкурировать с Макдональдсом. Потому что раньше, если мы помним, там 10 лет назад, там либо какие-то шурмячные, либо Макдональдс. Людей поразвлекал, да, сколько смог, теперь будешь их кормить. Сейчас нужно начинать кормить, конечно. Хорошо, Витимир, спасибо тебе, достаточно интересно мы порассуждали, я думаю, людям тоже будет интересно посмотреть подробности ночной жизни казанской. Спасибо тебе большое. Все, рад был видеть. Взаимно. Спасибо. 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 Спасибо.